МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Надо! Признашаются почетные генераты хоккейного сбыва Салават Юлаева". Именно так ярко и красочно начиналась домашняя игра Салавата Юлаева с московским Динамо. Незабываемое предматчевое шоу в день 55-летия уфимского клуба стало прекрасным дополнением к другим околохоккейным мероприятиям, грамотно демонстрирующим привязку этого матча к стилю ретро. Уже на подступах к Уфу-Арене прямо на площади расположилась выставка старинных автомобилей, а в фойе можно было увидеть экспозицию от Музея советского быта и посмотреть на редкую коллекцию старых билетов на игры юлаевцев. Все это искусно дополнялось прекрасными номерами музыкантов и танцоров, также сделанными в стиле ретро. На историческом матче присутствовало большое количество ветеранов нашего клуба. Перед началом игры некоторые из них вышли на лед с поздравлениями клуба и провели символическое вбрасывание, после чего заняли места на трибунах. За дело же взялись нынешние юлаевцы, которые, видимо, слишком переволновались и стартовый период провели не лучшим образом, позволив Динамо выйти вперед. В перерыве не очень довольные положением дел болельщики направились отдыхать и получили дополнительный заряд позитива от общения с ветеранами клуба, которые охотно раздавали автографы и фотографировали со всеми желающими, попутно успевая оценивать игру юлаевцев в первом периоде. Я вам, знаете, как скажу, сейчас вот мы сидели с ветеранами и стали говорить, какой счет будет. Ну, многие отказались сделать прогнозы, а я почему-то сделал прогноз такой 4-2, как в 93-м году первый раз мы выиграли у Динамо, если кто помнит. Еще одной фишкой этой игры стала ретроформа юлаевцев. Уфимские хоккеисты вышли на лед домашней арены в специально изготовленных к юбилейной дате свитера. На ярко-белых майках красовался памятник Салавату Юлаеву и бросался в глаза леттеринг СКСЮ на правом рукаве, прямо как в 70-х годах прошлого столетия. Болельщикам, да и хоккеистам ретроформа явно пришлась по вкусу. Отлично, очень интересно, потому что я лично не знаю, как ребята, мне всегда это интересно, я думаю, болельщикам это всегда интересно, как бы что-то новенькое, такое разнообразие, и как бы дань традиции, я думаю. Юлаевцы не особо спешили притворять в жизнь прогноз легендарного вратаря уфимского клуба, но все же постепенно перехватили инициативу и забили в конце второго периода усилиями сами лепестю. В заключительном игровом отрезке хозяева продолжили действовать лучше соперника и забросили в ворота гостей шайбу, причем это взятие ворот болельщики будут вспоминать еще долго. Судьи не сразу заметили, что Максим Майоров попал в девятку, поэтому игру не остановили, а юлаевцы принялись радоваться. Уже в паузе справедливость восторжествовала, и этот гол в итоге стал победным. Могли уфимцы забить в концовке еще, но все-таки цифры 2-1 на табло остались неизменными. Всех с праздником! Сегодня это замечательная атмосфера во дворце. Это музыка, динамо, великолепно двигающее, такое ядовитое, острое. Иногда как будто 1-4, вот этот динамовский забор, кто это помнит. И так здорово все получилось, напряжение. Действительно, ребята очень много работали с обеих сторон, и такая же слабая реализация была. И у нас это тоже один из самых больших недостатков в сегодняшней игре. Большой хоккейный праздник в день 55-летия клуба получился на славу. Наша любимая команда добилась победы, а эмоции болельщиков от мероприятия не передать словами. Верим, что к следующей юбилейной дате трофеев и медалей в коллекции Салавата Юлаева заметно прибавятся. Эдуард Хизбульн, Константин Данилов, хоккейный клуб Салават Юлаев. Один за всех! И все за того! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ